Финальная стоянка техномобиля. Инфраструктурный проект фонда «Доброе дело» при поддержке фонда президентских грантов подводит итоги. В кордиционно-методическом центре собрались 200 лучших из лучших школьников региона, которые на себе ощутили все прелести технопросвещения. Для них организаторы подготовили несколько интерактивных площадок. Обучение должно быть развлекательным. Все же это подростки, среднее и старшее звено школы. Также у нас еще есть три площадки. Это 3D-зона. Там ребята, которые создавали свои 3D-проекты в течение года. Мы отобрали самые лучшие. Они сейчас проходят оценку экспертного жюри. Также есть внизу две зоны. Это фото-зона, конкурс, который мы создали в фото, креативного фото. И также лазерная резка. В автомобиль могут зайти представители района и выразить себе какую-нибудь надпись, хэштег, табличку. Вот, например, спорт для умников – робофутбол. Бегать не нужно, нужно думать головой. А еще просчитывать ходы и уметь соображать на шаг вперед соперника. На поле сталкиваются непримиримые конкуренты из разных районов, чтобы показать, кто тут круче управляется с мячом. Сложность робофутбола только в том, что у нас участвуют уже не люди, не игроки, а роботы. Соответственно, это управляемые людьми роботы. У нас есть две команды. Команда красных, команда зеленых, мячик. И, соответственно, четыре робота, которые между собой соревнуются. И, в принципе, правила одни и те же, что и в футболе. Главное – забить гол. Здесь, что не площадка, то место, требующее максимальной отдачи и напряжения. Это соревнования по нейропилотированию. Задача – силой мысли запустить машинку по прямой. Две минуты – пять попыток на команду. Никакой магии, чистая наука. Игрок надевает датчики, которые считывают мозговую активность. Чтобы машинка сорвалась с места, нужно максимально сконцентрироваться. Получается не у всех. Все едут назад, потому что человеческий мозг, он не привык быть постоянно сконцентрированным. И у них постоянно рассредотачивание внимания на все. То есть, концентрация достигается, когда, например, решаешь математическую задачу. Не все же в жизни так напрягают мозг, как в решении какой-нибудь, не знаю, задачи по геометрии. В этом вся проблема. За год техномобиль объехал все муниципалитеты по два раза. Ребят в районах учили работе в графических редакторах, лазерной резке, созданию 3D-моделей, 3D-печати и созданию 3D-роботов. Такому бы в школах не научили. Ну, такие шансы выпадают, я думаю, не каждый день. И вообще было интересно поучаствовать в таком проекте, как техномобиль. Попроектировать различные вещи, поучиться в 3D-моделированию. Я думаю, это пригодится мне в будущем. Чтобы придать торжеству науке драйва, организаторы решили добавить соревновательный элемент. На каждой из пяти площадок будет объявлен район-победитель. Представлять честь целого муниципалитета очень ответственно. Основная цель – это популяризация технического образования в нашей области. Чтобы ребята узнали, что есть профессии. И что есть профессии там не только гуманитарные, но есть также технические. И, возможно, привлечь их к дальнейшему, быть инженерами, проектировщиками. Проект организаторы и сами ребята считают состоявшимся и удачным. Во-первых, удалось привлечь в науку и технику в 2,5 раза больше участников, чем планировали. 500 человек вместо 182. А во-вторых, и что немаловажно, задействовать ребят даже из самых отдаленных уголков губернии в занятиях. Помочь им освоить самые современные и инновационные навыки. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.